Закрыт с 28 мая, значится на табличке. Детский центр «Джунгли» в торговом центре «Арта» – единственный в Рязани, по которому решение суда пока не принято. Детский развлекательный центр «Джунгли» находился на третьем этаже, что противоречит требованиям законодательства, в том числе и о пожарной безопасности. В этой связи прокурорам было направлено исковое заявление об устранении этих нарушений и о запрете деятельности именно этого центра на третьем этаже торгового центра. В настоящее время иск не рассмотрен, поскольку определенные были моменты с подсудностью этого гражданского дела. Но надеемся, что в ближайшее время он уже будет рассмотрен и будет принято законное решение. Еще один иск к детскому миру. Сейчас в нем фактически работает только первый этаж с магазинами. Лестница на верхнем этаже, где находилось кафе и развлекательный центр перегорожена баннером. У них имеется нарушение пожарной безопасности, требований практически не исполняются. Поэтому им предоставлено было по решению суда устранить эти нарушения в течение определенного времени после вступления в законную силу этого решения. В данный момент ответчикам также обжалуется решение суда. После трагедии в Зимней Вишне прокуратура провела проверки во всех торговых центрах региона. Было выявлено более 700 нарушений. Более 200 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. В суды поданы более 30 исков. Большинство торговых центров постарались нарушения исправить, чтобы продолжить работу. К ним относятся Барс и Премьер. В Премьере детская игровая зона так и осталась на верхнем этаже. Хотя, если верить публикациям в российской газете, еще 1 сентября 2009 года в стране начал действовать СНИП, утверждающий правила размещения детских комнат. Они должны быть не дали 20 метров от эвакуационного выхода и находиться не выше второго этажа. Ясное дело, если создаешь площадку, должна какая-то безопасность, правильно? Я так думаю, чтобы не было таких сейчасных случаев, как у нас было недавно в России. Давно пора уже убрать их оттуда. Сколько, может, случаев таких было уже, когда самое происходило. Убирать надо. Я считаю, что нет, что это запрещено. Как говорится, сколько уже произошло этих случаев, и должно это, как говорится, дать понять, что это нельзя делать. Скорее всего, не смог работать в новых условиях еще один центр. В сети появилось объявление о продаже кинотеатра «Малина». Официальная причина развития ТРЦ требует больших затрат.